всем салам алейкум друзья сегодня мы возьмем короткое интервью у владельца лада веста каково быть владельцем лада вести салам алейкум ага алейкум ассалам это мой бывший видеограф еще друзья он купил себе весту 1 и 6 2016 года комплектация люкс есть люкс плюс а есть просто люкс короче мага расскажи мне пожалуйста вот и два месяца ездишь на этой машине ты купила за 500 тысяч рублей ты доволен я доволен почему потому что до весты ездил на приори и ощущение просто колоссально меняются потому что ну это другой уровень но смотри на смотрите перебил ты не ездил на приори 15-го года ты ездил на старых приорах двенадцатого года но я тебе так скажу это далеко не одно и то же потому что я ездил на приори 14 года на приори 2 и на приори 2 15 года и даже между ними есть большая разница огромная разница я тебя сладкий а ты ездил на приори один двенадцатого года я катался и на 14 года и даже на 7 хорошо на моей ты ездил на твою не ездил на моей поедешь такие же ощущения как здесь скажу то что на приори допустим вообще не может быть это комфортность почему яка хорошо хорошо не буду перебивать на весу ты садишься она просто я не знаю она удобна тем что здесь больше места здесь ты посвободнее себя чувствуешь здесь электроника практически другая отличается от той же самой приоры здесь коробка другая я не знаю насчет новых приор здесь коробка такая же как у меня тросиковая рено коробка на как на моей новой приори на приори 14 года на приори 2 коробка старая она приори 15 года как у меня вот такая же тросиковая то же самое но я часто езжу по горам огромный пример тебе я часто путешествую езжу по горам и в принципе в горах вырос ездить на ней по горам одно удовольствие потому что веста она более высокая чем приора и ты практически в комфорте ездишь по горам далее что касается тюнинга весты она в тюнинге выглядит просто просто айс да согласен приора тоже неплохо выглядеть это можно доработать как-то что-то сделать но веста это просто я не знаю моего брата двое равно веста с другой с другим весом она выглядит просто я не знаю как пушка наша один вопрос вот это вот вот это вот это стеклоподъемник как мне им пользоваться просто вот так вот приходится руку делать ты не считаешь что это немножко тупо что ли лень за ну на этот вопрос эти так отвечу в каждой машине есть определенные изъяны здесь тоже они есть она не идеально это российский автопром это все должны понимать те же самые стеклоподъемник это же самый пластик дешевый то же самое я не знаю ну это это российский автопром но среди российского автопрома это лучший автомобиль который они вообще производили на мой взгляд я катаюсь относительно долго с тринадцатого года я катаюсь на различных машинах и среди российских машин я на лучшей машине чем весна я не катался на ней просто я не знаю надо покататься и только тогда можно понять почему она лучше чем приора я на приоры ездить уставал я на ней ездить не устаю потому что я сижу чуть выше я сижу чуть прямее я сижу ну грубо говоря комфортнее чем на приори мне приходилось в этой машине спать и спать в приори это другие разные вещи просто ты просто здесь свободно лежишь отдыхаешь а там этого делать невозможно а правда то что веста на 1 и 6 намного медленнее чем приора правда то что она медленнее разгоняется но едет она практически также но я тебе так смысла я видел видео там она 180 максимум брала она не ложит 2 бумаги а приора спокойно любая у приоры там не знаю то ли в электронике это делают или компьютеры заложены ты просто нажимаешь она улетает на нету нет ты нажимаешь она медленно набирает скорость но ее набирает если набрал он держит эту скорость я сам пробовал именно на этой вести выжать 2 бумаги у меня не получилось вот 190 она с усилием но поставила больше про прям никак я ехал где-то километров что расстояние не смогла она этого сделать чип может поможет если его чиповать но это но это по-любому но я не смог я не смог я думал смогу потому что здесь по городу не по городу здесь по трассам я 160 свободно выжимал я думал и 200 положить но по нормальной хорошей трассе я не смогли сделать какие еще есть плюсы или минусы в этой машине по сравнению с приорой ну обратно таки емкость самого автомобиля это наверное один из самых больших плюсов в управлении она чуть легче мне кажется чем приора единственный комфорт здесь комфортом ты хочешь не хочешь все равно расширяешь дальше что еще можно мультируль мультируль на приори насколько я знаю ее очень трудно туда поставить это мне одеть есть есть и это очень дорого смеет мне 33 тысячи рублей и тебе устанавливают кнопки на роль но они работают работы я вот сейчас новый руль который ставлю за 22 косарям не все кнопки все настраивают звук не все совсем это просто про проводят на весе люкс плюс ставить мультируль и мульти системы а навести люкс нету мультисистемы и мультируля здесь она вставлена обошлось где-то 3000 рублей в общем вот эта штука берется есть приор весты на которых нету руля мультируля на который ставить их очень дорого дорого где-то тысяч 11 обходится охренеть со всеми проводки пози довольны друзья если вы хотите чтобы мы вот моя приора подъедет да вот место и приора будут стоять рядом и мы поговорим о всех плюсах и минусах этих обоих машин и сравним какая же все таки из них лучше мы будем сравнивать по цене по скорости вообще по всем возможным параметрам чтобы показать вам какая из этих машин реально лучше то есть наберите под этим видео хотя бы 500 лайков и мы сравним эти две машины она продолжаем хочу отметить один наверно огромный минус этой машины то что она не чувствует точнее это возможно и плюс и минус допустим в ней конкретно в этой машине был случай когда ключи просто ты вытащил оставила здесь и случайно вышел закрыл дверь в течение нескольких минут машина наверно какой-то что-то заложено в машине чувствует что тебя нету и закрывается в итоге пришлось целый день потратить чтобы открыть эту дверь вот лишь кнопка она расцарапана все пытались и проводка и как-то эту кнопку нажать но в итоге не получилось это сделать еле-еле не сломав стекло то есть сюда не попадешь но еле-еле смогли как-то это сделать вот это огромный плюс если вы забыли ключи вместе она закроется через это сказать минус огромный минус да то есть если вы забыли ключи вместе она закрылась все вы должны либо окно сломать больше выхода либо у у вас должен быть второй ключ несколько случая у знакомых у которых есть место были такие случаи ну кому-то помогал второй ключ поэтому обладателям листы мой совет сделайте два ключа без этого точно попадет еще смотри на приори есть такая функция когда ты закрываешь дверь держишь нажатой эту кнопку стекла сами закрываются на вести я знаю этой функции нет я смотрел обзор да на вести этой функции нет на приори есть я я вот не понимаю мы же как бы должны идти выше то есть любая организация любой автозавод должен в последующих машинах что-то улучшать они что-то убирать вместе это убрали я не знаю почему ты знаешь почему честно не пользовался я я постоянно пользуюсь я вот окна не закрываю просто нажатым держу и все закрывается как только провыкаешь наверное это хорошо но как-то не приходилось даже думать об этом понятно ну еще скажу по стоимости честно после того как поездил на вести мне было бы жалко отдавать 400 450 заправа вот та стоимость которая стоит нынешняя приора там 17 18 года мне было бы жалко отдавать за приоры такие деньги и было бы жалко что то делать в приоры менять то есть вложиться потому что ну согласись автопром ухудшила эту машину последние годы последние годы да но вот пятнадцатого года это самый идеал ну сейчас 19 год уже 20 и что понимаешь машине уже четыре года если взять свежую с маленьким пробегом в плане ты возьмешь приора 15 года насколько допустим за допустим триста семьдесят триста семьдесят но ты по-любому что-то туда вложишь вложил там сотку до обошел станут четыреста семьдесят но ты ее за 450 даже не продаж хорошо ты весь то купил за 500 вложив нее 100 штук продажа 600 хочешь сказать нет нет не хочу сказать хочу сказать что я куплю весту более свежую с меньшим пробегом но более свежую именно 16 года места она одна из самых таких вредных скажем так у нее очень много болезней это все было исправлено с течением годов там семнадцатом семнадцатом году восемнадцатом году это все было исправлено буквально 60 70 она проезжает уже степление приезжает у меня благо да она приехала где-то 105 на ней катаюсь получается неделю после того как поменял сцепление вещь дорогая черт побери ты на приор и и за пять штук максимум поменяешь а тут 15 уходит понятно то есть в обслуживании как иномарка да практически поэтому я хочу друзья мы переключились на iphone потому что у меня на соньки села зарядка забыл на зарядку поставить да короче за рулем весты ручник спускаем так неудобно здесь из-за подлокотника ручник спускаем сцепление нажимается довольно таки мягко мне это нравится меня на приори не так хотя если поменять трос сцепление не значим будет ставлю первую скорость трогаешь газ по-моему у тебя чуть жестче нажимается честно чувствую себя выше как мага говорил чувствую себя выше то что я вот высоко и за счет этого мне как-то удобно по управляемости чё так же как приора по моему руль поворачивать чуть сложнее или у тебя он трется что для пластик с одной стороны удобно с другой стороны я чувствую себя как будто какой-то уже взрослый человек не знаю почему не чувствую себя таким молодым бродягой как на приори здесь как-то я не знаю кто взрослый чувак ездит даже звук мотора такой да по разгону плавно но медленно очень слабо и ставится приори с приори вторую воткнул в пол нажал и прям улетаешь а здесь нет каждой машине нужно привыкать но как бы там не было лично мне ездить на приоре намного скажем так удобнее потому что я привык скорее всего на весту я переходить не буду я приори своей никогда в жизни не изменю приора у меня будет всегда но вторую машину покупать я буду то есть параллельно с приорой но это будет точно не веста точно не автоваз упасть и по моему чуть лучше чем на приоре он мягкий но все равно это говно так я на приоре обшивать буду все полностью по-любому каждый хозяин машины будет свою защищать нет как я свою так и мага свою поэтому смысла сейчас спорить нет лучше это все на деле проверить ну вот и все в принципе ну что ж друзья это был такой вот короткий не обзор скажем так а просто интервью у хозяина весты и сам тоже она не поездил посмотрел всем огромное спасибо за просмотр набираем 300 лайков и я сразу выкладываю нору новый ролик всех вас люблю пока